МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем чаще встреча, тем качественнее продукт. Подтвердилось это на конференции литейного завода. Моя лебединая песня – это КАМАЗ. Возле здания генеральной дирекции автогиганта торжественно открыли бюст первому генеральному директору КАМАЗа Льву Борисовичу Васильеву. 12 лет с 1969 по 1981 год он стоял у руля КАМАЗа, запустив две первые очереди ударной стройки. В честь полувекового юбилея автогиганта и его вклад в становление предприятия решили запечатлеть в композиции. Участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Идея увековечить образ первого директора КАМАЗа в бронзе пришла руководству автогиганта в прошлом году. И вот спустя время она воплотилась в жизнь в виде двухметрового постамента и бюста. Нынче летом ребята ездили и проведывали Льва Борисовича, встречались с ним. И в свете этого 50-летия этот бюст поставили. Это очень, конечно, здорово и примечательно, и вообще здорово. Находясь за сотни километров в Москве, Льв Борисович поздравил гостей праздника с экрана. Это великое счастье для меня, что я оказался в такой ситуации. Это по существу то, что я там был зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки лебединая песня ТАКАМАЗ. Профессионал высочайшего уровня, который в 44 года взвалил на себя ответственность за строительство с нуля такого завода, как ТАКАМАЗ. Прошло много лет, но мы и сейчас называемся автогигантом. То есть это была самая большая стройка в автопроме всего мира. 7 февраля Лев Васильев отметит юбилей 95 лет. Поэтому такой подарок он оценил вдвойне, лично одобрив эскизы бюста. Виктория Евсеева, Радиганеев, Вести ТАКАМАЗа. Буквально перед открытием бюста Льва Васильева на КАМАЗе состоялся семинар по практикам и проблемам внедрения элементов цифровизации на промышленных предприятиях Республики Татарстан. Как показывает накопившийся опыт, вопросы возникают у всех. И тут нет зависимости от того, крупная компания это или нет, занимается ли она внедрением цифровых технологий уже не первый год, или только вступила на эту дорогу. Об обмене мнениями и знаниями наш репортаж. Модератор семинара тут же задал его тон. Для нас внедрение цифры является уникальным шансом, для того, чтобы многим из наших предприятий сделать такой рывок, скачок, чтобы сразу перескочить на другую степень конкурентоспособности, конкурируя с глобальными игроками. Первым с приветственным словом выступил Сергей Кагогин. Генерал КАМАЗа призвал коллег не бросаться в омут с головой. В качестве примера привёл печальный опыт одной из американских корпораций, руководство которой за сверхусердие в этом вопросе поплатилось своими постами. На этом длинном пути цифровизации красивых модных слов очень много аспектов, к которым нужно относиться внимательно. И достаточно в мире много примеров, когда увлечение цифровизацией приносит не совсем хороший результат. По словам Кагогина, первое, что нужно сделать, это массово увлечься. Да так, чтобы вовлечённость перекинулась и на первое лицо в компании. Себя интересантом Кагогин называет, но тут же признаётся, что собственные усилия не считает идеальными. А второе – это персонал. Нужно искать способы, как человек, кто активно стал заниматься внедрением современных методов, чтобы он чувствовал это на своём кармане. Если этого не происходит, то, наверное, это будет идти по затухающей. И, как правило, это будет в интересе только руководителей. Ещё одна ошибка, которую совершают новички в цифровизации – это некомплексный подход. Нельзя работать фрагментарно. Сначала общий концепт, потом реализация пилотных проектов, потом переход уже от частного в целом. То есть, ну, осмыслите, что нужно на финише, к чему идти. Потому что, как правило, реализация отдельных проектов без его трансляции на все производственные цепочки тоже не даёт эффект. Представитель российского Минпромторга заверил, что на примете у ведомства уже имеется около двух тысяч цифровых проектов. И их оно рекомендует. Это отечественные разработки. И они адаптированы под существующие реалии. Объёмы средств, которые требуются с точки зрения оценки региональных властей и самих предприятий производства, он, конечно, колоссален. Едва ли большая часть предприятий может себе позволить полноценный бюджет на IT. Мы это прекрасно понимаем. В этом смысле полномерно подстраиваем наши инструменты под ту картинку, которую видим. Руководитель КАМАЗа, компании, которая уже прошла первую милю цифрового пути, заявил, что готов делиться знаниями. Для нас очень важно создать экосреду вокруг нас. То есть КАМАЗ-1 не может изменить всё, и мы не можем измениться. Для нас важно, чтобы все, кто вокруг нас, наши поставщики, конечно, и независимо даже, если другие области, отрасли нашего машиностроения, мы также заинтересованы, чтобы вы все менялись как-то в одно время вместе по одной идеологии. И пусть встреча была недолгой, всего около полутора часов. Однако понятно, что она точно не последняя. Теперь всё зависит от темпов общей цифровизации машиностроителей Татарстана. А позже в Автограде отпраздновали и День машиностроителя в республиканском масштабе. Торжество по заведённой в 2017 году традиции прошло в органном зале. Перед его началом высокие гости посетили выставку спецтехники, а в холле зала были представлены предприятия республики. Торжественная часть была посвящена тем, благодаря кому Татарстан развивает машиностроительную отрасль. Ветеранам предприятий и целым династиям рабочих вручали награды. Среди них и молодой Камазовец. Кто он? Обо всём по порядку. Машиностроение в Автограде – это не только кузня, литьё и конвейер. Создание автомобиля, как и многое другое, начинается с идеи, бумаги и ручки. Айрат Камалов – инженер-конструктор научно-технического центра. Один из тех, кто является создателем и разработчиком огромного продукта под брендом КамАЗ. Пять лет назад он пришёл в НТЦ воплощать идеи в реальность. И в этом году на уровне Республиканского дня машиностроителя признан лучшим молодым инженером 2019 года. Номинирование в этой номинации очень большая награда для меня. И не только для меня, а для всей компании в целом, так как это оценка труда нашего, не только именно моего труда, но и всего бюро. В блоке развития его называют одним из ключевых специалистов в своём направлении, отмечая его способность анализировать факты, аккумулировать необходимую информацию и с учётом всех нюансов принимать взвешенные решения. «Мы чрезвычайно рады, что наш сотрудник получил столь высокую награду, так как он стремится к саморазвитию, стремится сделать мир лучше, конструкцию автомобиля лучше». Сделать автомобиль лучше, и не только КамАЗ, стараются ежедневно также сотни специалистов по всему Татарстану. Молодые новички и целые династии стоят у руля машиностроения республики. Автомобили, судоходная техника и авиация всем этим может похвастаться Татарстан. И один из лидеров отрасли – Камский автогигант. «Более 40 лет завод остаётся лидером среди отечественных производителей грузовых автомобилей. Продукции КамАЗа поставляются на рынке 50 стран. Электробусы, беспилотники, новые поколения автомобилей Ка-5 – всё это заделывают для дальнейшего успешного развития завода». По традиции праздника награды были вручены также ветеранам и другим сотрудникам отрасли. Однако главный праздник автогиганта ещё впереди. В декабре КамАЗ отметит свой полувековой юбилей. Алсу Валееву, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. А теперь к вестям с производства. Как известно, в вопросе качества мелочей не бывает. Учитывая, что каждая шестерёнка нового КамАЗовского двигателя Р-6 по геометрическим параметрам должна быть приближена к идеалу. Работы по совершенствованию технологии на заводе двигателей не прекращаются. Очередной этап – внедрение в эксплуатацию новых обрабатывающих станков. Все подробности у Тагира Закирова. Рамиль Имамов с гордостью показывает новые обрабатывающие станки. Три токарных и зубофрезерный. Они уже введены в эксплуатацию и исправно выпускают продукцию. На данном оборудовании сейчас у нас будет обрабатываться весь модельный ряд 910-10. Это все шестерёнки на новый двигатель Р-6. Раньше технологический цикл проходил через два завода. Зазачик, завод двигателей Зазачик и снова МЭ. Сейчас же всё локализовано в одном участке, именно на этих четырёх станках. Объединение операций на одном участке существенно сократило производственный цикл и позволило обеспечить выпуск более качественных шестерён. Но есть ещё несколько задач. Одна из них – обеспечить постоянную температуру станка, ведь от этого зависит точность попадания в размеры. Сейчас погрузка-выгрузка производится вручную. В планах на следующий год автоматизировать процесс. Появится конвейер автоматизации, который будет подавать, загружать детали в рабочую зону. В рабочей зоне он будет брать с помощью манипулятора и ставить в зону обработки. Ещё одна задача – освоить выпуск самого габаритного зубчатого колеса. Сейчас здесь ожидается прибытие новой оснастки, которая позволит запустить данное производство, и тогда весь комплект шестерён к двигателю Р-6 будет изготавливаться в одном месте. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. А вот и ещё одна мысль про качество. Чтобы его обеспечить, надо чаще встречаться. В долитейном заводе КамАЗа состоялась традиционная конференция по вопросам качества. В шестой раз в обсуждении участвовали руководители предприятия и основные потребители его продукции. Пока итоги этой встречи нам неизвестны, но перед её началом сразу же была озвучена интересная цифра. С дня завершения предыдущей конференции доля несоответствующей продукции упала на 23%. За счёт чего? Все подробности у Алексея Гарнышева. Задача наша, ещё раз повторюсь, обсудить все насущные вопросы, в первую очередь по качеству, но работа наша не заканчивается качеством. Конференция проводится уже в шестой раз. Она устраивается для того, чтобы клиенты лично ознакомились со всеми стадиями производства, приобретаемых ими изделий, и смогли задать вопросы относительно характеристик продукции. Предприятия, заинтересованные в положительном, наверняка, развитии своём, они принимают очень активное участие, обозначают свои вопросы, и, соответственно, приезжая на подобные встречи, они ждут от нас результата. Результатом становится снижение уровня брака, и эта тенденция ежегодная. В этом году гостями завода стали представители предприятий «Уралнефтемаш», «Нефас», «Комбат», «Аксондизель» и других компаний. Кого-то интересует чугунное литьё, других волнует качество обработки цветных металлов или специальных видов литья. Руководители «Комбата» приехали изучить КамАЗовскую технологию стального литья. Получаем от литейного завода стальное литьё. Соответственно, нас интересует, посмотрите, производство стального литья, здесь посетить на этом предприятии. Как бы свои есть, определенные нюансы, которые нужно проговорить. После общения в формате круглого стола гости разделились на группы и отправились знакомиться с технологией прямо на производство. Далее участники конференции собрались вновь, чтобы обозначить текущие проблемы качества и найти пути их решения. Алексей Гарнышев, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Сегодня в нашей рубрике «КамАЗ. 50 лет в деталях» мы расскажем о заводе, который лучше всех справляется с украшением огня и металла. О литейном. Более 5000 человек трудятся на литейке, выпуская в год около 120 тонн продукции. Работают с серым, высокопрочным чугуном, стальным, а также цветным литьем. О прошлом и будущем самого горячего завода КамАЗа Виктория Евсеева. История литейного завода насчитывает уже 45 лет. В 1974 году завод официально открыли. Для уникальной технологии литья требовалось особенное оборудование. Мощные агрегаты везли со всего света. Наиль Гемодеев устроился на работу в технологический отдел в 1981 году. По его воспоминаниям, именно литейка всегда славилась лучшими кадрами. Эта работа была совместной. Эта работа была и производственников, и ремонтников, и рабочих, и ИТР. На заводе производили и производят блоки цилиндров, тормозные механизмы, картеры коробок переменной передачи и не только. Здесь же рождаются и предметы быта, известные многим хозяйкам утятницы, котлы и сковородки. Эти отливки производились при наличии избытка мощностей. И первое время это было не планово. Но уже в 90-х бытовое производство становится плановым. А из всех видов действующих производств самая крупная – чугунная. Из него выпускается 70% продукции. Сегодня литейный завод переживает эпоху перемен. Он попал в проект реинжиниринга. По словам руководства, поглядущее масштабное обновление сравнимо со строительством завода заново. На 60% повысится работоспособность оборудования. Втрое вырастет производительность. Бизнес-процессы однозначно будут меняться. Будет модернизироваться оборудование, будет закупаться новое оборудование. На площадях производства чугунного литья будет создано новое компактное производство. Высокоэффективное, специализированное. Это повысит качество продукции и сократит затраты. План перевоплощения литейки уже разработан и утвержден. А первые его результаты ожидаются к концу следующего года. Например, здесь появятся новые печи, отремонтированные формовочные линии и другие долгожданные и нужные объекты. Виктория Евсеева, Радди Ганеев, Вести КамАЗа. Такой была очередная рабочая неделя на КамАЗе. А что готовит наступившее? Расскажем об этом 21 октября. В 18.00 на телеканале Чулны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Михнов, с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.